В этом доме, это по Дмитровскому шоссе, дом номер один. Были вымешаны таблички с фамилиями людей, которых расстреляли в 1938 году, которые жили в этом доме. Потом эти таблички убрали. Как видно, все-таки было принято где-то какое-то решение, потому что их смывали по всей Москве. Просто убрали. Убрали память. Итак, преподаватель сапрамата Моисей Айзикович Атландер был расстрелян 7 июля 1938 года по обвинению в шпионской деятельности в пользу Румы. Атландер Моисей Айзикович, это мой отец. Когда его стрелили, мне было два года. Ихтеолог Алексей Илларионович Ерисовский был расстрелян 3 октября 1938 года по обвинению в участии в фонду революционной террористической организации. Экономист-полновик Петр Михайлович Припятин был расстрелян 29 декабря 1937 года за то, что прибыл в СССР нелегально из Польши. Идем подозрительный область жизни по шпионажу. Упаковщик Исаак Юрьевич Атландер был расстрелян 26 июля 1938 года по обвинению в активном участии в нелегальной контрреволюционной террористической СССР бундовской организации, созданной при обществе политконтаржан. Прораб Дмитрий Петрович Улубарквинов был расстрелян 15 ноября 1937 года по обвинению в шпионаже и участии в белой мигрантской шпионской диверсионной террористической организации среди русских беженцев. Его дочь Людмила Дмитриевна Собель была расстреляна 26 мая 1928 года по обвинению в шпионской деятельности на территории СССР в пользу Японии. Инженер Николай Михайлович Орлов был расстрелян 15 декабря 1937 года по обвинению в участии в антисоветской шпионской террористической организации. Инженер Иван Михайлович Соколов был расстрелян 14 сентября 1938 года по обвинению в шпионаже.